Дочки Путина вышли в люди, сам диктатор одел бронежилет, а Шойгу назначили начальником Белоусова. Что же происходит в России, не только мы поговорим сегодня с нашей гостьей, с Ольгой Романовой и главой фонда «Руссидящая». Ольга, здравствуйте, рада приветствовать. Добрый день, очень рада. Путин начал носить бронежилет на общественных мероприятиях, об этом сообщает The Moscow Times, со ссылкой на двух российских чиновников, которые близки к Кремлю. И говорят, что началось это еще в 2023 году и продолжается до сих пор. И судя по кадрам, 9 мая он как раз и был в бронежилете, потому что там уже эксперты разглядывают, говорят, что он был скован, без вкладок на животе. Ну а в главном управлении разведки Украины говорят, что Путин или его двойники, они начали носить броник еще 5 лет назад. Ольга, как вы относитесь к подобным сообщениям? Вот вы имели, возможно, собственные наблюдения или, возможно, обратили на что-то внимание уже после сообщений в СМИ? Ну, наверное, самое главное, то, что мы из этого вынесли, цельтесь в голову. Ну или как-то, ну или, в общем, ракеты тоже неплохо. Вы знаете, броник от ракеты не спасает. Не спасает вот категорически ничего. Еще я слышала, что Путин начал возить с собой некое такое, типа, совсем незаметное поленепробиваемое стекло. Ну, черт его знает. Может, да, может, нет. Ну, конечно, конечно, может. Но в любом случае, в любом случае, давайте будем реалистами и будем думать либо об очень хорошем снайпере, либо все-таки о ракете. То, что Путин ходит давно в бронике, это, в общем, слухи об этом ходили давно, на это смотрели, не смотрели. Он, конечно, боится. Я что-то не могу припомнить. Вспоминаю кадры или фотографии большой семерки или большой двадцатки. Люди-президенты, да, всего мира, в общем, половины мира, когда они собираются вместе, спокойно двигаются, хохочут, хлопают друг другу там по плечам, нормально, совершенно изящно одеты, передвигаются, никаких броников на них, конечно, не видно. И из современных президентов больших стран, я думаю, Путин один такой. В общем, заслужил себе такую участь, какать в чемодан и ходить в повсеместном бронежилете. Ну, окей. Я думаю, что это, в общем, какая-то очень странная деталь его туалета, потому что представить себе, действительно представить себе какую-то спецоперацию, ну, я не знаю, подрыв кортежа, действительно снайпера, вот так вот направленного только на Путина, только на Тушку, ну, довольно сложно, довольно сложно. Все-таки Путин, конечно, параноик в плане охраны, недаром он именно своих охранников доверенных сейчас делает губернаторами и разнообразными начальниками и главами госсоветов и так далее. Охранники его любимые дружочки, его, все-таки, самые доверенные лица. Это вам уже даже не кооператив Озера, здесь уже он побольше доверяет им, потому что одно дело по молодости выпивали, да, на даче, а другое дело вот сейчас я Тушку доверяю. Поэтому, я думаю, это отголосок вот этой паранойи, потому что и охранники тоже это понимают, что Путина нужно пугать как можно больше, и тогда у них будет больше ответственности, обязанностей, погон, денег и всяких разных ништячков. Как раз я хотела спросить, может ли это быть снова таким усилением этой, да, путинской паранойи, или все-таки Путин и правда сейчас находится в таком положении, что в любой момент может ему понадобиться бронежилет, или, не знаю, скоро будет в рыцарских доспехах ходить там, или вообще никуда не выходить. Как вы считаете, будут ли и далее усиливать как-то безопасность диктатора? Ну, я думаю, да, что будут усиливать безопасность. Я, правда, не представляю уже, что он уже не пьет из стаканов или из воды, давно уже не пьет, когда бывает где-то на международных разнообразных совещаниях и собраниях. Опять же, пресловутый чемоданчик, теперь бронежилетик. Отдельные машины и в кортеже никогда нельзя знать, в которую он машине, там, в передней, в задней, в середине, в которой в середине. И все вот эти повышенные меры безопасности, они, конечно, не зря, потому что Путин и ненавидит весь мир. Ну, естественно. С одной стороны. Поэтому, если его не охранять, в общем, давным-давно бы уже какой-нибудь снайпер бы все это прекратил бы. Дай бог ему здоровья. С другой стороны, ну, да, подбираться к нему, конечно, надо в любом случае, но он все равно не защитит себя ни от ненависти миллионов людей, если уж не миллиардов, ни от вещей, от которых нельзя защититься бронежилетом. Интересно, оденут ли бронежилеты дочерям Путина, потому что в Петербурге будет Международный экономический форум, и сразу две дочери Путина будут на нем выступать. Говорят, что они вообще очень часто начали на публике появляться. И вот старшая дочь Мария Воронцова выступает как член президиума Российской ассоциации содействия науки, а младшая Тихонова в роли гендиректора инопрактики. Она будет говорить о роли ОПК в развитии технологического суверенитета страны. Вот что можем ожидать на этом форуме, и почему действительно дочерей Путина начали показывать, и они там интервью раздают, и на других форумах выступают? Ну, давайте начнем с того, что все равно Путин их не любит. То есть это не отцовская любовь. Недаром он их скрывал какое-то время. А теперь не жалко. Называл их лично «эти женщины». Но вообще можно представить себе, что в вопросе о собственных детях, твоих дочерях, ты будешь отвечать на этот вопрос, употреблять слова «эти женщины». Ну, что этот человек должен быть в душе, в голове, в сердце, чтобы говорить о собственных дочерях. Да, конечно, его дочери сейчас продвигаются более или менее во власть. Да, на них тоже смотрят, как на преемников. Путина уже достаточно оторван от реальной жизни, вполне достаточно оторван, чтобы полагать, что он сможет после смерти каким-то образом влиять на развитие страны. Что вместо него могут быть дочери или сыновья Патрушева или еще кто-нибудь. Семья. Так как это так же выглядит, как и Кадыров, который обкладывает себя племянниками, дочерьми, детьями и так далее. Все правительство состоит из клана Кадырова. В общем, то же самое происходит и у Путина, только как бы немножко в более цивилизованном, в более западном, ну или хорошо, в более питерском варианте. Но, по сути, конечно, это одно и то же. Но, по сути, это одно и то же. И я не могу не отметить, конечно, что старшая или младшая дочь вышла замуж за человека по фамилии Зеленский, что вызывает у меня всегда необыкновенный восторг, безусловно. И, как мне кажется, Путинский младший внук носит фамилию Зеленский. Это прекрасно. Ну да, это Тихонова вроде вышла замуж за Зеленского, это младшая дочь. Да, как у Тихонова, да. Хотя та разошлась с сыном его друга Шамаловым, который быстро из миллиардера, который стал моментально за краткий брак со старшей, превратился в простого миллионера. И как-то больше не вхож никуда, но равно как и папашка. А младшая развелась, если не ошибаюсь, голландцем. Нет, наверное, все-таки младшая вышла замуж за Зеленского. Черт его знает. А у Тихонова, которая акробатка, у нее роман с бывшим оппозиционером, ныне работающим при «Газпроме», что-то в этом духе. А вот как раз та, которая развелась с голландцем, она вот кажется за Зеленским. Ну, не важно. Это совершенно вообще не важно. Важно в том, что, ну, не знаю, девки пытаются строить какую-то нормальную, какую-то частную жизнь. Нет. Нельзя. А может, скоро опубличат и внуков Путина, чтобы, если даже говорить о преемниках, чтобы это был мужчина? Ну, я думаю, что мы довольно скоро увидим подростков с неизвестным отцом и похожих на Габаеву. Я думаю, что вот этих мы скорее увидим. Если учесть, что это мальчики все-таки. И, соответственно, я думаю, что вот так, если все так пойдет, как идет сейчас, лет через пять мы их увидим. И они будут такие сюрпризные, как Коля Лукашенко. Никто же не спрашивает, откуда взялся Коля Лукашенко и, собственно, куда делись все остальные. Ну, а также явятся какие-нибудь два принца. И очень быстро займут какие-нибудь. Сначала Министерство по молодежной политике и спорту. Потом пойдут дальше. В Белгороде так называемое СВО идет по плану. И там в бомбоубежище был вынужден даже скрываться от освобождения Украины. Там теперь это так говорят. Депутат Госдумы и ведущий Первого канала Петр Толстой. Он спустился, но ему там почему-то не понравилось. Говорит, что было темно, жарко. И, судя по всему, ему было просто страшно. Давайте посмотрим. Депутат Госдумы и ведущий Первого канала Петр Толстой. День добрый. Здрасте. Заходите ближе к центру сюда. Заставите нам компанию. Очень приятно. Субак, заходи. Здрасте. Ответ же, где еще? Вот познакомишься на таком месте. Правильно? Кому привет передавать. Говорит, неуютно ему. Думаю, нужно поставить обязательно диван. Но обязательно нужен еще и телевизор. Как же без зомбоящика людям сидеть? Как вы думаете, изменится ли настроение этого Толстого после увиденного? Потому что, я напомню, именно он еще недавно обещал навести порядок в украинских городах. И, более того, он начал угрожать Казахстану. Ну, вы знаете, Петр Толстой, к сожалению, умный человек. И вот то, что он… Вот тем более, да, когда ты видишь дурака перед собой, ну, типа там депутата Журавлева, например, с его бесконечными черепахами, или там кого-то еще, или каких-нибудь генералов. Ну, ты, ну, дурак и дурак, да, посмеешься над ним, и все. А этот породистый и умный, с хорошим очень образованием, со свободным французским. Он все прекрасно понимает, на самом деле. Он чудесно все понимает. Он сделал выбор. Это его выбор. И это, конечно, еще хуже. Конечно, у него нет никаких убеждений. Он просто при власти. Он при власти, поэтому это его роль, это его игра. Он плевать хотел на этот Белгород. Он плевать хотел на этих белгородок и белгородцев. Ему совершенно плевать и на Украину тоже. Он думает только о себе, как, собственно, в основном Толстые это всегда и делали. И он сделал такую ставку. Я думаю, сейчас он очень сильно жалеет об этой ставке. Но вот играет эту игру до конца. Я думаю, что при ближайшем кипише он постарается слиться и сказать, что его заставляли, пытали. Там, я не знаю, держали в заложниках семью. И вот поэтому он был выражен так говорить, так делать и так далее. Не ведь ему. Не только в Белгороде неспокойно, но и в нашем Крыму. Но понятно, что мы уничтожаем там военные объекты. И иногда там действительно бывают хлопки. Так вот, живешь в оккупации и хочешь слышать сигнал воздушной тревоги, значит, плати теперь. Во временно оккупированном Севастополе россияне заставляют местных платить за уведомления об опасности. Объявления об этом уже появились на стенах домов северной стороны города, откуда обычно и прилетают дроны и ракеты. Написано на них следующее. С 1 августа 2024 года всем жителям будет начисляться плата в размере 57 рублей 24 копейки за услугу радиовещания. В местных пабликах уже как-то недовольство видны, люди возмущаются и говорят, как это гражданская оборона и спасение людей априори не могут быть платными. Но, наверное, так бывает в России. Ольга, как вы считаете, что же будет дальше и куда собирают эти деньги? Ну, знаете, все любые деньги в России собирают только в одно место, да, на войну. И на самом деле, кажется, какая ерунда, 57 рублей. Вообще-то пачка сигарет. А пачка сигарет для курящего человека, вот на фронте особенно, да, это, в общем, это сокровище. Поэтому тут, в общем, если учесть, сколько вообще, собственно, можно собрать не только жителей Крыма. На жителях Крыма это все сейчас протестируют, а потом будут собирать жители приграничных территорий. А потом и совсем будут собирать по 57 рублей, то, что совсем будет другая сумма. Конечно. Нет, здесь вот и цинизм, конечно, беспредельный совершенно. У меня скачаны очень многие приложения в телефон украинские, потому что я периодически заглядываю. И если не представляю, у меня даже в голову не приходила мысль, что за это можно брать деньги. Вот просто, вот правда, в голову эта мысль не приходила. Вот как вообще людям пришла эта мысль, это очень любопытно, конечно. Конечно. Действительно, гражданская оборона. Ну и, слушайте, я иногда, я иногда очень хочу так спросить украинцев. Слушайте, Крым, конечно, украинский. Крым, безусловно, украинский, и я вам довозвращать, он будет возвращен. Но вот жители Крыма, которые совершенно безропотно сдались и безропотно сейчас терпят всё, вообще вот, ну, я понимаю, что вы тоже об этом думаете, и вы об этом думаете, что дальше с ними делать, как-то их перевоспитывать, какую-то работу с ними проводить, или уж бог с ними пусть живут себе и живут, вернутся на свою родину, и пусть живут себе спокойно. Ну вот как, тем не менее, ну вот как? Вот вся Украина сражается. Вся Украина сражается с оккупантом, с агрессором. Ну, в Крыму же тоже, вы же тоже граждане Украины, ещё совсем недавно, ещё 10 лет назад. Что ж такое? Безропотно платить 57 рублей, вот сейчас ещё, ну, уже всё с вами сделали, уже с вами сделали всё, и всё равно. Будем безропотно платить по 57 рублей. Ну, с другой стороны, да, запугали, да, конечно, дело Сенцова, конечно, всех поарестовали, кого могли, да, вот крымские татары, да, тоже получают огромные сроки, ещё Хизбут-Тахрир там навесили, и всё это понятно, но рядовые-то жители, ну, ну, камон, ну, ребят, ну, ну, хотя бы не платите. Но вы знаете, кто сражается? Сражаются некоторые россияне, они даже пытаются устроить какой-то там бунт, и вот мы увидели, что жёны мобилизованных, да, наверное, первые в истории устроили бунт на коленях, именно в такой позе они обращались к российским властям, чтобы вернули их мужей домой. Ну, в принципе, так далеко ещё жёны мобилизованных не заходили. Это к Министерству обороны, возможно, скоро и к Кривлю подойдут. Какое в целом значение может иметь подобная активность этих женщин? Ну, конечно, вот бунт на коленях, мы слышали такое выражение, которое принадлежит Слатыкову Щедрину, но это всегда казалось, ну, художественным преувеличением. Слушайте, конечно, бунт на коленях — это стиль. Мне кажется, вот в этом во всём этом суть движения. Мы, конечно, бунтуем, мы, конечно, но мы, в том числе, сидим строго на коленях. Я послушала и одного из лидерок этого движения, Андрееву, который недавно назвали иностранным агентом. Вообще, я так думаю, что... Нет, она, конечно, даже не очень окрепла. Она не очень окрепла. Она собирается судиться, она собирается защищать своё доброе имя, она рассказывает о каких-то карточках мира, о том, что у неё нет загранпаспорта. Поэтому она не может быть иноагентом. А все остальные нормально устраивают её. Все остальные могут быть иностранными агентами. Потому что такая, знаете... Я думаю, что сейчас идёт активная обработка её мужа на фронте, чтобы он поскорее встретил бы другую женщину. Я думаю, так. И буду сильно удивлена, если эта семья не распадётся, потому что совершенно понятно, что с мужем идёт серьёзная работа. И судя по её неокрепшему уму, там, наверное, тоже не надо ожидать больших способностей у мужа. Ну, посмотрим, посмотрим. Но мне кажется, что зайдут с этой стороны. Что скоро просто мужей просто как-то... Обяжут разводиться с жёнами иноагентами, с жёнами, которые против мобилизации и так далее, и так далее. Видите, собственно... Как я понимаю, он был в отпуске несколько раз за это время. И в том числе и за время борьбы уже этой чудесной Марии с ветряными мельницами, Андреевы, в смысле. В конце концов, ну ладно, там с фронта нельзя, но хотя бы с дома или с дороги. Он мог бы записать там огневое видео, что как я поддерживаю свою жену, какая она молодец. Вот ставлю в пример свою жену, всем остальным. Вот боритесь за нас? Нет. Нет. Мы не видели этих лиц, мы не видели их портретов, мы ничего не знаем про них. А вот если сейчас Белоусов пойдёт на вторую публичную общую мобилизацию, это тоже не вызовет никакого недовольствия, и люди будут просто обсуждать это на кухне? Ну, пойдёт на мобилизацию, конечно, не Белоусов, Белоусов, им кто-то спрашивать не будет. Пойдёт на мобилизацию, конечно, Путин, если он пойдёт. Ну, собственно, пока... Вот у него явно совершенно тактика брать народ за деньги. И мне кажется, что это у него такая экономическая мысль, его собственная, возможно, которая ему очень нравится, что он покупает человеческую жизнь за деньги, за 10 тысяч долларов, он покупает человеческую жизнь, отправляет человека на фронт воевать, он эти деньги оставляет где? Он строится в семье, в России. Семья покупает, надо вкладывать это в недвижимость, если сможет, вкладывает это в машину, куда-то ещё. То есть эти деньги сразу же отдают. И они, в общем, фактически сразу же возвращаются к Путину. А жизнь он уже купил. При этом какая-то экономика там начинает бурлить, инвестиции всякие разные, да? То есть у него вообще всё зашибись. Зашибись. Он купил червячка, скормил его курочком, а курочки несут яички. Как хорошо. Удобно. В российских регионах сотни мобилизованных, отказавшись воевать в Украине, насильно их отправляют на фронт. Об этом пишет издание «Вёрстка». Говорят, что сажают самолёты отказников под дулами автоматов и отправляют на войну, не обращая внимания на ранения, подписки о невыезде и назначенные судебные заседания по делам о побеге с фронта. Сознательно отказавшихся воевать на территории Украины удерживают на территории воинских частей, а потом без их согласия отправляют на фронт. Массово такие высылки начались в мае. И вот, как сказал следователь, это не мы придумали, это приказ из Москвы. Такие приказы как раз для того, чтобы и избежать как раз объявления мобилизации. Ну и почему приказ из Москвы, он получается сильнее, чем эти сотни мужчин с автоматами? Ну, слушайте, сейчас убегают с фронта на самом деле два вида людей, собственно, мобилизованные и контрактники. В любом случае даже зэки, это, в общем, добровольцы-контрактники. Если ты подписал контракт, там стоит твоя подпись. Голубчик, исполняй, куда ты бегаешь? А как? Кто тебе разрешил его прервать в одностороннем порядке? Там написано, что нельзя прервать в одностороннем порядке. А если ты мобилизованный, никто не объявлял о демобилизации, так даже никаких приказов специально не надо. Их надо, ну, то есть все понимают прекрасно, что вот это всё, это уже оставление воинской части во время военных действий, самостоятельное, незаконное и так далее, и так далее. По любым законам. То, что люди не хотят, это вот типичные вот это вот у меня лапки. Вот у меня лапки. Я подписал, а у меня живот заболел, а я тогда не знал, а там мелкий шрифт, я не прочитал. Безответственность. Это безответственность. Люди безответственно идут по повестке в военкомат. Развёт ответственное поведение. Вы туда зачем? Попёрлись? Да, они все могут сбежать. А вас вот сейчас устраивает? А сейчас нормально, да? Вот сейчас лучше, чем если бы вы сбежали. Что значит? Ну да, пришла беда. Надо выбирать. Подписали контракт, ах, он закончится, ах, я потом заболею, ах, я убегу. Ну вот, пожалуйста. Ну слушайте, надо ли бездоваться в плен, это решение проблемы. Опять же, я всегда рекламирую, украинский бот хочу жить. Надо сдаваться в плен или бежать, не ходить на войну. Что тут ходить-то? Чего вы там забыли? Да, сбежавших, сбежавшим помогают, те, кто находит, наверное, силы помочь. Собственно, есть несколько организаций, главное, идите лесом. Туда можно обращаться, но весь этот путь, да, вот я сейчас пойду в суд и докажу, что я прав, они не правы. Ну, даже скучно об этом говорить. Ну, скучно. Вы где-то в какой-то другой стране жили до этого времени. Идите лесом, да, это сбежать. То есть это то, о чём вам говорили с самого начала. Бегите. Бегите. А теперь давайте будем бежать из-под стражей, из-под сроков и так далее, и так далее, и так далее. Самое смешное, конечно, это то, когда сбежавшие, уже получив за это срок, потом берут и записывают уже в колонии, отбывая опять на войну. О, ну сколько ж можно, Ну, это, это, это уже премия Дарвина. Мне ещё, кстати, она новость понравилась, что там в России дальше проходят выборы или уже прошли, но на них якобы пошли массово так называемые ветераны СВО, новая элита, как говорит Путин, и мы видим совсем другую ситуацию, что везде, где были эти ветераны СВО, ну, их никто не выбрал, никто не хочет выбирать этих так называемых героев. А что с ними не так? На работу их не берут, на выборы нет, ну, куда теперь идти? За них уже полетела голова. За то, что их не выбрали, а, естественно, любой выбор в России совершенно контролируемый, это естественно, да, само собой, разумеется, есть никакое народное выявление, тем более, это праймеры с Единой России были, то есть вообще как-то, ну, всё контролируется. За это уже полетела голова господина Турчака, Андрея Турчака, он стремительно снят с высшего поста, должностного поста, он возглавлял Совет, высший совет Единой России, фактически, фюрер, да, фактически, и он отправлен срочно возглавлять республику Алтай. У нас есть два территориальных образования с названием Алтай, есть Алтайский край, это богатая, богатая, прекрасная территория, со столицы в городе Барнаул, там есть где развернуться. А есть маленькая республика горный Алтай, это такая маленькая узкая полоска земли, горная вдоль речки, где недавно сгорела дача у Путина, и там, собственно, ничего нет, кроме турбаз и вот дачи Путина, там ничего, ни полезных ископаемых, ни сельского хозяйства, ни горных богатительных комбинатов, ни нефти, ни газа, ничего. Там красивая природа, горы и, собственно, все. И сплав на горных речках. Вот тут он отправлен срочно губернатором, это чуть далеко от Москвы, бог знает где. Это совсем-совсем восточный Сибирь, Барнаул недалеко от Новосибирска, 300 километров, а это от Новосибирска тоже примерно 300, горно-алтайская столица. Это вот за то, что ни один ветеран не прошел. Путин же им сказал, что они будут, а вот он не обеспечил новую элиту. И вот мгновенная расправа сразу же, сразу же белым лебедем. Вон, вон, вон. Сейчас очень интересно, кто будет, конечно, новой главой высшего соединения России. Ну, говорят, что и на работу никто не хочет брать эту новую элиту. Говорят, что вот если ты там инвалид, если ты СВОшник, то пишут эти так называемые ветераны, что не могут они устроиться на работу даже после войны. Ну, так, конечно, если даже в Госдуме был отклонен законопроект об оказании ветеранам СВО бесплатной психотерапевтической, психологической и психиатрической помощи. Зачем они нужны? Нормально это. Пусть уже скорее кого-нибудь грохнут и опять прорваются на войну. Тем более, что у них опыт есть и все такое. А вот эта вот работа, семья, это нет, это не надо. Это у нас вот есть без вас, кому тут с вашими женами заниматься, найдется всегда кто-нибудь. И нечего тут. Поэтому пару ветеранов пройдет какие-нибудь высшие советы, пара ветеранов показательно назначат какой-нибудь ЖЭК там руководить, и пара ветеранов будет президиум и дежурным заседать. Ну и собственно и все. Остальные все назад, все на фронт. Возвращаясь к Белоусову, к министру обороны, к которому, кстати, на коленях обращались жены мобилизованных, к божеству какому-то. У него действительно сейчас очень хороший пиар, его в России выставляют таким молодым православным технократом и говорят, что он получше Шойгу, потому что тот коррупционер, там дедовщина и спиритические ванны, все, что о нем известно. Но, как мы знаем, Шойгу отправили в Совбез вместо Патрушева. Патрушева еще дальше. Но вчера Путин назначил секретаря Совбеза РФ Шойгу координатором работы по развитию ОПК. То есть это он теперь начальник Белоусова? Мне кажется, что он теперь партнер Патрушева, своего давнего врага, поскольку Патрушев теперь отвечает за кораблестроение. Здравствуйте. Что ж такое-то? Еще один зритель. Не уйдет. И это такой спарринг, спарринг партнерства. Вот два врага. Один, значит, за постройку кораблев отвечает, а второй, значит, будет курировать ОПК. Но это вообще, конечно, с особым цинизмом, что называется. При путинской власти уже очевидно, что не не должность важна. Важна не должность, а важно то, как относится Путин к человеку. Вот, например, Дюмин, его любимый охранник. Он сейчас возглавил Госсовет. Это, на самом деле, должность очень небольшая, равно как и глава Совета безопасности. Это небольшая должность. И важна здесь фамилия. Смотрите, он все-таки совершенно очевидно сейчас покровительствует Дюмину, покровительствует сыну Ковальчуков, Ковальчуков, хотел сказать, допустим, сыну Ковальчуков, который возглавил сейчас счетную палату. Покровительствует явно сыну Патрушеву, Патрушеву Дмитрию, который стал вице-премьером. Ну, вообще, покровительствует скорее своим и ближним детям покровительствует бывшим охранникам. И, собственно, все. Говорят, закончились дни уже и клана Тимченко. влиятельного бывшего путинского друга. А я тут вспоминала путинских друзей и соратников, и кооператив Озера, и самых ближних соратников. Слушайте, довольно много народу делалось куда-то, вообще, неизвестно куда. помните, был самый первый путинский глава парламента, такой Борис Грызлов, автор великого выражения «Парламент не место для дискуссий». Его, не видно, не слышно же, очень-очень много лет. А куда делся Дмитрий Козак, этнический украинец, международный, который был рядом и с Путиным, стоял 24 февраля 1922 года. Совершенно понятно, что, скорее всего, Козак был не в восторге, но куда-то делся. Потом все отметили, все отметили, что вот сын Ковручуков теперь стал счетной палатой, простите, а на его месте до этого был Алексей Кудрин, человек, которого Путин считал своим политическим отцом. Именно Кудрин и стоял на переезде Путина в Москву. Давным-давно делся куда-то генерал-черкес, его давний друг по Питеру и бывший начальник по Питерскому КГБ. Давным-давно делись куда-то два Иванова. Один Иванов был госнаркоконтролем, воевал как раз с черкесовым, а второй Иванов был потенциальным путинским преемником, но вместо него Путин выбрал Медведева, хотя бы потому, что тот Иванов был сильнее и мог бы совершенно по-своему распорядиться троном. Очень-очень много исчезло людей, которые занимали самые высокие посты. Причем как-то они просто исчезли и все. И мне кажется, что вот таким образом может исчезнуть и Шойгу, но он может исчезнуть по-другому, и скорее всего он исчезнет по-другому. Все-таки заметьте, самым первым исчез, исчез человек, который знал о Путине больше всех и в любую секунду мог это сказать, потому что болтлив был невероятный. Я имею в виду Анатолия Собчака. Он умер, но он умер при очень странных обстоятельствах, и он умер как раз в момент продвижения Путина на трон, когда стало известно, что Ельцин выбрал именно Путина. А уж кто-кто, а Собчак очень хорошо знал ему цену. И как надо же, как он прям вовремя погиб. Поэтому в общем все, кто Путину не нужен, их очень легко сплавляют, назначая их на самые-самые разные должности, включая экзотические. Я вот даже как-то не очень хорошо помню, а кем, собственно, был Грызлов после того, как перестал быть главой Госдумы. Как-то исчез, и все. Был такой у него соратник еще, Боже мой, Як Лебанов, который возглавлял там северо-западный округ, сверкал очами, шевелил усами. Куда делся? Неизвестно. Куда делся Полтавченко, который до Валентина Матвиенко был губернатором Петербурга. То есть вот я думаю, что я думаю, что вот сейчас Путин именно в таком настроении. Он хотел бы, чтобы Шойгу исчез, но Шойгу слишком много знает, поэтому боюсь, что Шойгу исчезнет по-собчаковски. 4 июня в день рождения Навального прошли траурные акции и в России, и во многих городах по всему миру на Борисовское кладбище пришли мамы Алексея и Юлия. Ольга, а какие акции были ли они в Германии? Мы же знаем, что там Юлия Навальная. Да, Берлин оказался центром, центром собственно таких вот такого грустного дня рождения, конечно, поминок по Алексею Навальному. и в этом приняли участие и церковь, и государственные деятели очень многие. Утром всё началось с панихиды в главной церкви Берлина, в церкви Святой Марии. Это была огромная служба, которую вёл очень известный немецкий епископ. И были священнослужители, я бы сказала, восставшие священнослужители Русской Православной Церкви, изданные в основном, но они тоже были весь день, и я в конце их уже в футболках и майках обнимала на концерте. И был представитель Греческой Православной Церкви, очень было много немецких политиков, немецких журналистов, российские журналисты, и было практически в полном составе всё ФБК. Надо сказать, что всех совершенно поразила речь на панихиде, она выступала первая немецкая журналистка Сабина Адлер. Сабина Адлер долго работала в Москве, она знала Алексея Навального, и она сказала такую речь, очень странную, где она вспомнила сразу же, что Алексей Навальный был националистом, это первое, что она вспомнила. Она вспомнила Крым, который не бутерброд, но она вспомнила Уточку, Медведево и так далее, и так далее. То есть немецкие журналисты, немецкая часть общественности, они были далеки от того, чтобы вот эту поминальную службу превращать в панигирик. это была просто дань уважения человеку, который для Германии не еще живой, которого Германия пыталась спасти в конце концов, и который, в общем, и сейчас довольно много делал для свержения собственно путинского режима и для защиты Украины. Поэтому это было, я бы не сказала, что это было бальстивое такое мероприятие, нет, нет, но при этом очень достойная, очень достойная, незатянутая и очень хорошо говорили представители собственно батюшки православные, они вот Андрей Корточкин, он человек очень известный, он давно уехал из России, он живет на границе между Германией и Нидерландами, он известен своей такой позиции, он говорил о том, что в общем фактически сравнивал Россию с адом и говорил, что очень важно, очень важно, если ты в аду, не быть его частью, не быть частью ада. то есть такие очень хорошие слова. Он замечательно говорил. Ну, а потом уже вечером был концерт, грандиозный концерт памяти Навального, в котором участвовали и Айгель, Нойз МС, порнофильмы, каста, ну, в общем, такое вот очень, очень, очень хорошее место, и это был, это была Мерседес Арена, это на наш пре очень большой концертный комплекс, где выступала Мадонна, например, там, в общем, это большой очень комплекс, и это было забито, это было забито, люди спрашивали лишние билетики, это было очень много народу, и при том, что в основном все билеты были стоячие, естественно, ну, танцпол, естественно, в ложах были ФБК, ФБК так особо не очень спускались к людям, и Чищеваркина я видела, я видела Чищеваркина из такого ВИП-представительства, пожалуй, все, ну, так вот, в основном это была молодежь, очень много было приехавших из других городов и стран, но концерт это, так сказать, другой жанр, была, конечно, Юлия Навального, я видела брата, я видела брата Олега Навального, такая фигура очень трагическая, на самом деле, очень трагическая, Олег явно совершенно заслуживает какого-то совершенно отдельного внимания, о котором он не хочет, о котором он, не хочет, но сейчас вот это началось, да, чем дальше от нас уходит человек, тем, конечно, мощнее становится его фигура, вот это сейчас и происходит, конечно, но и с другой стороны, конечно, Алексей был единственным в любом случае российским политиком, Путин не политик, Путин диктатор, всех остальных он уничтожил, как уничтожил Бориса Немцова до этого, который тоже был политиком, Алексей Навальный был прирожденным политиком, гибель его была мученической, и в любом случае он явно совершенно перед смертью пришел и переоценки очень многих своих ценностей, очень многих, и к Богу он точно пришел, поэтому поэтому фигура будет только расти и расти, но, собственно, сейтон рос, и это уже понятно, что не будет никакой прекрасной России будущего, все это ничего не будет, этот проект полностью закрылся, поднявший его флаг жена его, вдова его, Юля, все-таки это первое, что она сказала, и я это оставила, и в ушах у меня пока это все стоит, что только Путин несет ответственность за войну в Украине, агрессию в Украине, а россияне здесь ни при чем, и мне кажется, это заявление очень опасное для человека, который может оказаться в России во власти. Такие заявления делать не надо. Ольга, огромное спасибо вам за интересный разговор и за то, что вы присоединились к эфиру. Я желаю вам спокойного дня и напомню, что Ольга Романова была с нами на связи, вы, друзья, поставьте свои лайки, напишите комментарии, ну и, конечно же, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Всем спасибо за внимание, желаю хороших новостей и берегите себя. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok